Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов мы с вами изготавливали вот такую зимнюю нимфочку. По вашей просьбе я изготовлю немножко другой вариант, но принцип остается тот же. Те же самые элементы, за исключением того, что я поставил уже не латунную бусинку, а учитывая то, что мы будем изготавливать не на 18-м крючке, как изготавливали, а на 20-м, поэтому латунная бусинка 2 мм здесь, как говорится, не проходит. И свинец, который у меня толщиной 0,24-0,25, я прокатал, сделал плоским и, насколько возможно, огрузил нашу нимфу. И взял перышко куропатки. Я думаю, если у вас возникнет вопрос, можно использовать даже вот петушиное перо с седла. Подберете себе так, чтобы были бородки несколько помягче и соответствовали длине. Как обычно, в начале у колечка мы с вами сформируем своего рода головку, которая и останется, к ней мы уже не будем возвращаться. Нить переводим за наше перо и здесь оставляем. Учитывая то, что длины пера мне будет достаточно, я выполняю также обмотку, как и выполняли обратным зонтиком. Следим за тем, чтобы наши бородки ложились правильно. Приблизительно посмотрите по величине своего пера. Сколько будет, допустим, вам достаточно, это вы уже подберете сами. Полтора-два оборота. Вот я, глядя на свои бородки, вижу, что мне, допустим, этих полтора-два оборота, мне вполне достаточно. И я теперь беру, поднимаю вверх перышко и здесь его мы с вами закрепим. Сильно не усердствуем, буквально вот пару виточков нам будет вполне достаточно. Уберем теперь остатки и продолжим дальше. С вами изготовили опушечку, отрезали остатки, нить перевели на крепление свинца, можно ближе к загибу. И как вы видите, наши конструкции, что свинец, что шарик, пока еще свободно перемещаются. Теперь мы берем наш клей, который я вам неоднократно уже показывал. Буквально капельку капаем на месте крепления нашего пера и совсем немножечко капаем за нашим шариком. И теперь, пока клей еще не схватился, подвинем наш свинец, упремся ноготком в колечко и подтрамбуем наш шарик. Вот должна выйти у нас вот такая симпатичная конструкция. Если по каким-либо причинам, вот допустим, как у меня, я считаю, что они несколько великоваты, бородки, можно будет потом в процессе рыбалки вот так все бородки убрать вперед и подрезать на ту величину, которая вас будет устраивать. Но скажу вам сразу, что не совсем влияет вот такая большая величина на лучшие или хуже поклевки наши. Давайте мы сейчас продолжим дальше. Как обычно, промазали немножко клеем наш свинец. Учитывая то, что крючок очень-очень у нас маленький, а желательно будет закрепить у нас необходимые элементы, я начинаю их крепить сразу, вот недалеко от нашего шарика. Первым я креплю люрекс, как обычно, можно использовать любой, какой вы сочтете. Если у вас, допустим, по каким-то причинам люрекса нет, как у меня, вот голографического, я уже объяснял, можно взять другой люрекс. Плоский, леску, проволоку, все, что у вас будет под руками, используйте. Но в качестве тела мы будем использовать вот такую меланжевую нитку, пусть она вас сильно не утомляет своим названием. Это из обыкновенных ленточек, которые продаются в галантерейных магазинах. Единственное условие, это то, что она должна быть флуоресцентная. Если у вас имеется флуоресцентный юнифлосс, пожалуйста, используйте. И также здесь закрепим нашу нить. Подтянем немножечко, подровняем края. И для того, чтобы больше уже не наматывать, чем есть на самом деле, вот можно оставить в таком положении, так как потом, формируя тело этой нитью, мы скроем все-все-все неровности, которые у нас имеются на теле. Тело также выполняем в форме червячка-лечиночки. Буквально полмиллиметра не доходим до нашего шарика. Изготовили тело. Как вы видите, вот такой немножечко напоминающий червячка. И операция вся та же, как мы вязали прошлую мушку. Совсем-совсем немножечко, для того, чтобы удобнее было нам наматывать наш люрекс, капнем лака, так, чтобы не было много. Мы еще потом будем пропитывать. Наклоняем в удобное для нас положение. И, используя длину нашего люрекса, делаем 1-2 оборота у жала крючка. И выбираем теперь шаг, с которым выполним обмотку по телу. И доходим до шарика, учитывая то, что длина мне позволяет. Выполним завершающий узел нашим люрексом. Остатки удаляем. И теперь берем лак. Вы спрашивали, какой лак. Вот такой лак-клей, но не для ногтей. Это лак-клей глубокого проникновения. И он довольно-таки хорошо его использовать при изготовлении вот таких мушек. Единственное, чем вы можете заменить, это по вашим вопросам. Если у вас имеется вот такой клей, гель, если имеется вот такой фирмы, не годится он достаточно, не имеет вязкости, чтобы пропитать нашу с вами нитку. Поэтому желательно использовать очень жидкий. Как, допустим, изготовить жидкий вот такой клей, еще жиже, чем он есть на самом деле, но не потеряв их качество, я потом вам как-то объясню. По вашей просьбе я сделаю потом фильм «Работа с химией». То есть со всеми вот такими клеями, со всем остальным, что облегчит нашу участь. И как обычно, я обычно беру сперва кисточкой, нанесу парочку капель, следим за тем, чтобы не было лишнего. Лишнего нежелательно. Этот лак-клей, как и все лаки, которые мы с вами используем, также имеет особенность дать усадку. Поэтому вот мы один раз нанесли, и с вами теперь будем наносить до тех пор, пока равномерно не будет пропитано наше тело. Тело наше подсохло. Я закрепил остаток перышка, павлина. И теперь буквально вот сколько у нас получится, чтобы не загромождать сильно наше тело, 3-4 оборота сделаем опушку. Вот так. И подхватываем за пером, чтобы не выполнять, как обычно, много оборотов, я на нить нанесу капельку клея. И завершим вязание нашей с вами мушки. Удалили остатки пера. И как вы видите, все, наша мушка с вами вот такая симпатичная, готова к работе. Повторю еще раз, если по каким-либо причинам длина пера вас не устраивает, их можно вот так потом будет укоротить. Мушка работает в отвес, в лунке, очень хорошо. Вверх-вниз, за счет этого наши перышки хорошо играют. Так же и летом. Спасибо за внимание. До скорых встреч!